Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы продолжаем рисовать акриловыми красками. Акрил для сегодняшнего урока предоставлен компанией GAMMA. Спасибо большое за краски к сегодняшнему уроку. И будем сегодня рисовать подарочек на фоне кое-каком. Какой, вы можете, кстати, выбрать и самостоятельно, каким он будет. Самое главное это подарок. Для начала мы с вами разведем краску пожиже, сделаем жидкую красочку для разметки. Для того, чтобы нанести рисунок на поверхность холста или листа, я использую охру, развожу при помощи воды и буду при помощи плоской синтетической кисти наносить разметку на холст. Наша задача нарисовать такой параллелепипед. Определиться можно для начала с углом. Не прям посередине располагаем коробочку, а чуть правее ее сдвигаем. Здесь остается воздух и коробочка за пределы картины у нас будет уходить. Дальше очень важно определить высоту и повторить параллельными линиями, повторить верхнюю границу коробочки. Также параллельны линии друг к другу. То есть вот эта линия параллельна у нас линии дальней, вот эта параллельна также дальней линии. Для удобства вы можете воспользоваться карандашом, чтобы можно было внести какие-то изменения при необходимости. Хотя изменения можно вносить и когда мы делаем разметку при помощи кисти, конечно же. Главное вовремя это сделать, не дать высохнуть поверхности. Где-то форму можно будет поправить уже за счет фона. Так что можно потихонечку заполнять пространство цветом. И у нас будет, например, голубовато-зеленоватый я сделаю цвет. Плюс розовый, например, или красный цвет. Может быть все одним цветом будет у вас заполнено. И так можно, конечно же, и так можно. Субтитры сделал DimaTorzok Ну а саму коробочку я сделаю желтого цвета, золотистого цвета. Можно охру добавить и можно сразу сделать разный тон в цвете боковых стен и в цвете верхней стенки. Также чуть-чуть можно затенить под коробочкой фон. Сделать более темным цветом его. И как бы тенюшка у нас тает ближе к краю. Словно бы тает. Так же можно сделать, конечно же, под вот этим краешком. Здесь можно даже немного фиолетового добавить в цвет, чтобы темнее была тенюшка. В принципе, фиолетовый можно добавить и в зелень, конечно же. И теперь я пройдусь еще одним слоем. По коробочке. Также в нее можно добавить еще, например, посветлее вариант цвета, каких-то бликов, если блестящая упаковка на коробочке. И больше такого теневого цвета добавить в боковые стены. Если блестящая упаковка, то есть она такая гладкая, отражающая, то в ней нужно будет отразить и цвет фона, конечно же. Особенно в теневых частях, там нужно будет отразить активнее фон. Таким образом затемнение хорошо будет показано. Но в то же время нужно не переходить эту грань в другой цвет, не превратить в желтый, чтобы желтый все равно сиял, как желтый цвет. И важно здесь ждать, пока подсохнет слой, чтобы избежать смешивания цветов. Чуть-чуть я сделаю отражение. Такое на поверхности желтоватого цвета, отцвет. Здесь и здесь немножечко присутствует. Также, если хотите, конечно же, мы можем упаковку еще добавить в упаковку бантик, ленточку. То есть сделать ее чуть более праздничной. Коробочка подсохла. И теперь можно будет нанести ленточку, нарисовать ленточку. Тоненькой достаточно по ширине. И цвет выбирайте самостоятельно, какого цвета у вас будет лента. Где-то посередине коробочки можно ее расположить. Я буду использовать такой голубенький цвет. На нем тоже будет все отражаться, все, что есть в картине. Все цвета. Сразу же, опять же, теневую сторону можно сделать чуть более насыщенной по цвету. Можно капельку сразу отразить цвета от фона. Также можно сразу затемнить небольшим количеством такого охристого, например, цвета. Или охра в смеси с красноватым. Или еще потемнее цвет под ленточкой непосредственно. И дальше, если вам хочется добавить бантик. Та-да-да-дам! Самое время это сделать. Также тенюшки нужно будет отбросить, но чуть-чуть попозже. Сначала разберемся с... Так, сам по себе бантик такой, клубочек небольшой. Разберемся с поворотами и заворотами. Темные во внутренней стороне ленты темную сторону делаем. Чуть потемнее, понасыщеннее цвет. Также можно, если вдруг смешивается цвет, то можно подождать, когда подсохнет. И также, если поверхность блестящая, самой ленточки, то, конечно, стоит больше отражений сделать. То есть поверхность отражает, поэтому мы ее таким образом и показываем, как отражающую поверхность. И уже подсох бантик, поэтому на него также светлым цветом добавим таких отражений света. Может быть, где-то захочется добавить большего блеска на самой коробочке. Прямо белым цветом можно по уголкам пройтись. Такой яркости добавить. Ну и, в принципе, на этом можно и заканчивать этот сюжет. Я думаю, что здесь будет как нигде актуально загадать желание, что же будет в этом подарочке, что же будет в этой упаковке. Пожалуйста, сделайте это, загадайте желание, что бы вы хотели получить на Новый год или вообще. И пусть это окажется в вашей коробочке, в вашем подарке. А я желаю вам прекрасного настроения. До встречи в новом видео. Рисуйте и будьте счастливы. Пока-пока.